пару слов скажу о себе меня зовут иван я являюсь воспитанником школы код до нее я там играл совсем уж низко и совсем уж по фишному сентябре 19 года я пришел в школу код и уже в мае 20 года начал тренировать сегодня разберем турнир славика домой ученик который кстати пришел к нам в школу подготовительную группу вот и дальше там за месяц перевели ко мне в общем посмотрим сегодня его турнир без сына на плохо и собственно чтобы люди которые смотрят для себя находили тоже какую-то полезную информацию первая раздача у нас тут восемь сразу по ней вопросы мы начнем с того что если бы это был бы single рейджный код в целом туз 8 у нас тут такой уж совсем совсем не из кола я бы сказал то есть изначально мы хотим тут дефать против и п с 9 о как вниз четвертым заходить если честно не очень хочется мы слишком редко когда выиграем этот банк разномастная рука мы попадаем под доминацию но без позиции почему одни минусы от этого пола все прочекали флоп выходит десятка и тут интересно здесь нравится опция либо маленькой ставки либо чек действительно 30 33 40 процентов здесь смотрится вообще я бы играл бы наверно маленькую и маленькую по риверу просто потому что ну не способна более в билдере за 5 что-то плефовать по риверу зато могут там реально отбить на девятках каких-то придумать что-то ты тут нажал колд пол чем дело что тут играть 3 бэт мне нравится меньше чем играть пол но почему хотим требовать такую руку потому что мы ожидаем выбить руку лучше выбить просто какой-то и пить и да мне не нравится требуетесь просто как будто он не выкинет никогда руку уже ну колдусь тоже колту мне нравится сейчас мы часто будем играть мультивей и вообще я думаю что надо просто пропускать эту руку ну у нас будут во первых ситуация м.п. в котов это не какой-то там котов баттон в котов все-таки это он открывает не так уже не с такой уж поздней позиции дабы знамящиеся игроки то есть ну туз 5 ну слишком бы как за рейндж ну наловили флоп мечты конечно да надо сразу его резить жестко много сто процентов но я бы больше давал мы прям в дипах я бы вдавал панар планов девять он с ученой двойки тройки не выбросит туз даму туз король не выбросит я думаю что вообще против тебя ничего не выбросит вплоть до того что там король валет король даму он тоже не выбросит учитывая какая динамика поэтому здесь и сейчас добираем семерка ну понятно что мы тут уже как вы чуть ли не настой готовы играть ты не знаю какой ронал должен выйти по риверу чтобы мы выкинули продолжаем ставить блайндов 15 плюс я бы ставил я вообще ставил где-то 18 17 блайндов тут ну это мало то есть опять же нужно выбирать пожирнее он найдет чем закон тысяч если у него четверка в любом случае он будет кожа пустые руки скорее всего выбросит и так поэтому здесь надо было гораздо больше ставить ну и по риверу тоже там блайндов 35 плюс я бы стал ну вот мне нравится отлично отлично ну добрались четверки отлично флоп мне нравится в целом твоя ставка здесь мы очень со многих рук добираем опять же все десятки платят фд это безусловно и так все совпадения будут в любом случае платить даже там какие-то условные король 6 любом случае заплатят выходит карта которая закрывает стиль на пятерку карта которая закрывает flash но если честно это один из худших роналов по-хорошему чуть ли не пас надо искать потому что ну придумать ему давайте вместе попробуем придумать ему блеф всем стезон крестил но так вот игра ну то есть опять же я не буду прям сильно критиковать этот пол но это такой колотом в надежде купить надежде купить стрим да и ну по риверу точно на экшен нужно выкидывать это столь ривер бланк ну ну это все то есть то есть можно было еще потёрну уже пахнет жареным можно но и верт ривер точно надо выкидывать вот это вот вот тут извини конечно но прямо сейчас и хочется тебя вставить то есть лим мы колем изолейт и что ты делаешь объяснить но я хочу выбить айксов постарше отличная идея что общение от нацов 9 дичь если человек быть для человека хоть что-то есть кого и ты стеребишь так уху не требишь какие-то двойки тройки типа ты сам понимаешь вот вот это вот такое нужно исключать из игры сто процентов опять эти лимпоты да окей это турнир за 5 долларов смотрите как оппоненты реагируют на ваши изолейты если вы видите что они не выкидывают нихера с одной с одной стороны хорошо поставить побольше но с другой стороны если ты без позы с разномастной рукой будет много банков даст поток детей будет сложно сыграть если у тебя были тут два туза две дамы по короля конечно базарами но вот туз король но я бы где-то 8 давал туз валет точно не хочется вот 11 давать вот сто процентов со славиком эту раздачу уже обсуждали он тут допустил несколько грубых ошибок во первых опять же то что мы говорили ну смысла в этом чеке ровно 0 гоншот тебе заплатит в любом случае все окиты чекнут behind практически всегда мы же хотим чеки да такое что получать блефы никто тут не будет свою даму валет проставлять это надо прямо чтобы было настолько много инфы про панель про оппоненты быть прям уверенным что он поставил как бы такой инфы нет окей мы чек что уже ошибка закрылся стрит на одну карту ноги начинаем добирать чем накалывает ну ладно давай придумаем какие-то не знак 4 5 6 7 любом такой бренджер блин коллегу хорошо по риверу выходит семерка 65 стрит потернует так тузы слабее наверное есть безусловно есть но есть также туз 5 туз 7 есть какие-то через пятерку все что угодно может быть я не знаю валет 5 с спокойно может быть у фиша я буду типа блайндов 10 любом случае туз не найдет посадут никогда для федер просто не ожидаю ну в общем славе тут выбирает вот такую опцию просто бет в никуда непонятно с чего добираем таким связом на любой туз тут выкинь понимаешь если он туз даму завел своему выкинет скорее всего и получаем пуш мы ожидаем получить какие-то блефы но тут никогда никто не будет блефовать ну просто тем более в турнире за 5 долларов обосрется он блефовать сюда поэтому потерну просто бы чекал бы привил там типа ставил если на чек бы ставил маленькую на если бы он потерну ставил бы чеколил бы еще и потом по риверу уже чек пас бы кратку и все всем спасибо за внимание я надеюсь что это было полезно